Песчаные барханы Песчаные барханы имеются в виду земля Хадрамоута, то есть место современного имя, там проживали адиты. И пришедший к ним пророк, он увещевал их, призвал их к религии Аллах Тааля. Это был пророк Худ, алейиссалям. Отсюда берет сура свое название. Также в этой суре Аллах Тааля говорит. Поистине Хамим это неспосылаемая книга от могущественного и мудрого. Поистине мы создали небеса и земли, все что между ними, лишь с истиной, то есть в них есть глубокие знамения для любви разумеющих. В одном аяте Аллах Тааля здесь говорит. Когда сказал же наш пророк, салаллаху алейиссалям, язычникам Мекки, что посмотрите же, если же окажется правдивым то, с чем я пришел. То есть в конце концов День Каямата, вы это об этом узнаете. И это подтвердил свидетель из Бани Исраиль, то есть из людей Писания, из иудеев. Говорится, что при пророке, салаллаху алейиссалям, был один человек, который был знатоком Таурата и Инджиля. И он подтвердил, что действительно то, с чем пророк, салаллаху алейиссалям, это является истиной. Они что сделали, они проявили высокомерие, и поистине Аллах Тааля, людей, беззаконников, не ведет прямым путем. Аллах Тааля говорит дальше. То есть поистине те, которые уверовали и твердо придерживались этого истинного пути, то есть здесь используется слово стакам, истекамат, то есть в переводе на русский язык оно означает постоянство, регулярность, стабильность. И это похвальное дело, которое было еще описано в предыдущих аятах. То есть это быть постоянным, стабильным в выполнении приказов Аллаха Тааля и убережений от того, что он запретил. То таким людям, которые уверовали и творили благие деяния, и были постоянно в этом, Аллах Тааля дает благую весть, И в этом мире никакого страха на них не будет, И они не будут опечалены. То есть и поэтому сподвижниками нашего пророка, салалу алисалям, являются те люди, которые не только уверовали, но еще обязательным условием является то, чтобы человек, верующий при жизни нашего пророка, салалу алисалям, считался из числа сподвижников, из числа сахабов. Это условие таково, что он должен быть постоянным в своем внимании на протяжении всей жизни и уйти из этого мира, будучи верующим. То есть те люди, которые видели нашего пророка, салалу алисалям, в состоянии неверия и ушли в неверие, либо те, которые видели нашего пророка, салалу алисалям, в состоянии веры, но ушли из этого мира в состоянии неверия, как некоторые лицемеры, то такие люди, что они не считаются сподвижниками. Поистине, это обитатели Джаната, которые будут в нем вечно обитать за то, что они творили благие деяния в этом мире. Дальше Аллах Талай говорит Поистине, мы завещали человеку говорить благое своим родителям. То есть, васойна, это васиет, это завещание. Завещание, по сути, это что является? Это наставление на прямой путь. Когда человек умирает, он что-то завещает, то он завещает так, чтобы его имущество, которое осталось после него, оно было использовано на правильные нужды. То есть, не так, чтобы оно было потрачено попросту, поэтому завещание делалось, чтобы оно было потрачено правильно. То есть, Аллах Талай говорит, мы завещали человеку благое отношение к его родителям. Вынашивала его мать с трудностями. И также она, когда его в этот мир приносила, рожала, это что приходилось с трудностями. Аллах Талай говорит, что ее вынашивание плода и его вскормление затягивается на 30 месяцев. То есть, как минимум, срок беременности 6 месяцев, после чего 2 года, это что, опоение молоком. До тех пор, пока он не достиг зрелости. Шудда — это что, имеется в виду срок зрелости, то есть совершеннолетие около 18 лет. И когда он достигает 40 лет, то он говорит, «О Аллах, дай мне возможность благодарить Тебя за те милости, которыми Ты меня одаровал и те, которые Ты одаровал моим родителям. И дай мне возможность творить благие деяния и дай мне благое потомство. И не туп ту илейка, и не мин аль мусульмин. Поистине, я перед тобой из числа кающихся, я из числа уверовавших». И некоторые ученые сказали, что этот аят был неспособлен именно в отношении хазрат Абу Бакар, так как здесь все глаголы, которые используются, они используются в прошедшем времени, что указывает на том, что это было связано с определенным событием. И некоторые ученые, комментаторы Корана, они сказали, что этот аят именно связан с Абу Бакаром, ради Аллаху, так как здесь говорится о Шуддаху, то есть когда он достиг совершеннолетия, когда порок, саллаху алейху салям, начал проповедовать ислам, и когда порок саллаху алейху салям в первый раз поехал с торговым караваном, вместе с ним был спутником, его друг Абу Бакар родил Ахванху. Тогда Абу Бакару было 18 лет, то есть первая встреча с нашим пороком саллаху саллаху салям, когда было Абу Бакару 18 лет. После чего, когда пороку саллаху алейху салям было неспособлено, дано пророчество, пороку было ровно 40 лет, и нашему праведному халифу Абу Бакару было на то время 38 лет. После чего, когда он достиг 40 лет, то есть через два года, он начал это два делать. Вот это два он делал для себя, и для своих родителей, и для своего потомства. И ученые говорят, что здесь Абу Бакар родил Ахванху, когда делал два, что дай мне возможность творить благие деяния, то Аллах дал ему очень много возможностей творить благие деяния, и одним из них было, одно из поощряемых дел в исламе, это освобождение рабов. То есть Аллах дал ему возможность освободить 90 рабов, то есть он выкупал их, и приводил их в веру, после чего они становились верующими. И около 90 рабов, говорит, что он освободил, и они стали из числа мусульман. Также, аслихлифизурияти, здесь Хазрат Абу Бакар родил Ахвандуха делал, что дай мне благое потомство. Говорится, что он один, единственный из всех сподвижников пророка, у кого все его как потомки, так и предки, что на тот момент, которые были живы предки, они стали мусульманами. То есть никто из них не ушел в неверие, не стал язычником, не стал безбожником. И это была лишь его отличительная черта, так как у некоторых сподвижников на тот момент не было что. Либо дети не принимали ислам, либо родители не принимали ислам. Но Хазрат Абу Бакар родил Ахвандух даровал ему такое, благо то, что у него и потомство, и его предки, что на тот момент все приняли ислам. Поистине, это те люди, которые что, такие как Абу Бакар родил Ахвандух. Мы примем от них самое лучшее из их деяний. И это есть правдивое обещание, которое Аллах Таля обещал. В конце этой суры Аллах Таля говорит, И когда мы отправили тебе одну группу из числа джинов, которые внимательно прослушали Куран, И когда они достигли тебя, они сказали, что молчите и слушайте. И когда ты закончил читать Куран, они что, вернулись к своей общине и сказали, О, наша община, то есть, о народ джинов, поистине мы слышали такую книгу, которая была неспослана после урока Муса, Алейсалам, которая подтверждает все эти книги, которые были до нее. Она ведет к истине, ведет людей прямых путем. О, наша община, то есть, о народ джинов, примите же призыв, призывающего к Аллаху и уверуйте в Него. Аллах Таля за это вам простит грехи и убережет вас от наказания, мучительного наказания в огне. И эта история связана с тем, что ученые говорят, это было тогда, когда наш пророк, салалу алейсалам, после смерти Хазрат Хадиджи, родила Ахута Альхана, и его дяди Абу Толиба, тот год, который сам пророк, салалу алейсалам, назвал годом печали, то есть, два человека, которые его поддерживали всю жизнь, и Хазрат Хадиджи, ради Аллаху, он сначала пророчество, его твердо поддерживало, всегда его вдохновляло на новые призывы. Также Абу Толиб, его дядя, который хоть и ушел из этого мира, будучи неверующим, но при жизни он что, остался от угнетения язычников защищать нашего пророка, салалу алейсалам, то, поскольку это была тоже опора нашему пророку, салалу алейсалам, то когда они оба ушли из этого мира в один и тот же год, тогда пророк, салалу алейсалам, этот год назвал годом печали. И чтобы заручиться поддержкой, потому что в Мекке уже пророк, салалу алейсалам, никто из тех, кого он призывал, из язычников, они уже твердо стояли на своем язычестве, безбожьем, и нисколько не обращали внимания нашего пророка, салалу алейсалам, чтобы заручиться новой поддержкой, пророк Салала Асам отправился с призывом в город Тайф неподалеку от Мекки. То когда он пришел туда, людей призывали к исламу, то в Тайфе три больших лидера, которые предвзято среагировали на приход нашего пророка Салала Асам и сказали, что разве мог Аллах Таля послать такого? То есть нашего пророка Салала Асам, они унижают, говорят, что у него никакой незнадности, нету никакого богатства, как-то Аллах Таля мог послать такого пророком. Мазала, пусть Аллах Таля убежет она с таких размышлений. И после чего они надоумели своих детей, чтобы они закидали его камнями. И с пророком, в саллах услам, был лишь один сподвижник, который послужил ему щитом и уберегал его от побиения камней. 5 километров по возвращению они закидывали нашего пророка камнями так, что его даже обувь наполнилась кровью. И вблизи Мекки порок остановился на одну остановку, там где он читал Коран ночью, и там он делал свою знаменитую дуа, что я жалуюсь о Аллах, я тебя жалуюсь на свое бессилие и униженность перед людьми о Аллах, ты Господь слабых, в книгах этой седуа, то там порок саласом этот уаза читал и читал Коран, то тогда вот эта именно история была так, что Аллах Таля направил одну группу джинов, которые услышали Коран, после чего они пошли к своим народу джинов и донесли до них это весть. Но тогда нашему пороку саласом еще не было сказано, что через конвейение не было ниспослано то, что джинны не слушали его Коран. После чего, после какого-то времени, когда была ниспослано сура джинн, в которой полностью уже описываются события с джиннами, тогда уже было пороку оповещено, что в тот момент они что тебя послушали, твое чтение Корана. И в Коране Аллах Таля говорит в отношении джиннов, что поистине я джиннов и людей создал лишь для своего поклонения. То есть как и люди, так и есть джинны, которые что, есть мусульмане, есть немусульмане. И их цель их создания тоже, как и людей, чтобы они поклонились только одному Аллах Таля. Также в конце этой суры Аллах Таля говорит, Так терпи же, о Мухаммад, так как терпели те посланники, которые обладали решительностью и твердостью. То есть сколько Аллах Таля пророков и посланников не послал, из них есть самые выдающиеся, это кто? Тех, которых Аллах Таля называет Улюль Азм. Те, которые обладают решительностью и твердым терпением. И не торопи для них то событие, которое наступит, это тот день, который они увидят, то, что им было обещано. То есть в одном также суре Аллах Таля говорит, что То есть неверующим то, что они торопят с этим, то есть когда наступит день к ям, это то, с чем ты пришел, и то, что увещеваешь нас, когда же это наступит, то есть не торопи, их ни очередь обязательно придет. То есть в этом мире это что? Этот мир это просто дару лимтихан. То есть здесь человек что? Он проходит испытание, это не дару льджаза, то есть здесь не дается воздаяние. Воздаяние будет после смерти. В общем, перед человеком предстают четыре этапа жизни. Один это Альмисак, то есть дару ль интизар, то есть ученые называют это местом, когда человек что ожидает, то есть это мир душ, когда Аллах Таля создал все души и взял с них присягу, то они все ответили, то после чего Аллах Таля не спасал человека в этот мир, и этот мир для него является дару лимтихан, то есть местом испытания. Человек здесь проживает, и Аллах Таля испытывает его на веру и благие деяния. Кто же в конце концов будет из числа верующих и творящих в их деяния? После чего человек, умирая, попадает в могилу, и это называется Алямуль-Барзах, то есть место погребения, и его называют Алямуль-Истерах, то есть местом, где человек что отдыхает. Мусульманин, что после трудностей этого мира, испытаний этого мира, он отдыхает. И после чего, когда в день Харяма Таля будет воскрешен каждый человек для отчета перед Аллахом за свои деяния, то это будет что дару льджаза? То есть это место воздаяния человеку. Таким образом человек проживает эти четыре этапа жизни. На этом сура Ахкаф закончена, и после нее начинается мединская сура, сура Мухаммад.